«Джентльмен» только что появился на Netflix, и это чистый гай Ричи, который искусно занимается делом и мгновенно высоко поднимает шоу, центрируемое вокруг гангстеров. Если вы любите фильм «Большой куш» начала века, то заметите актеров, которые появляются в этом сериале через 24 года. А если вам также понравился фильм «Джентльмен», выпущенный пару лет назад, то же от Ричи, вы увидите, как эта картина переносит сущность великого фильма в сериал, где нам предоставлено больше времени с персонажами и больше времени в мире джентльмена. Тео Джеймс на переднем плане, и Кая Скаделларио присоединяется к нему, были предательства, много крови, история с преувеличением, некоторые сильные выступления, но, что важно, это смешило. Так что погружаемся в это видео и разбираем шоу. Вот объяснение концовки джентльмена. Чтобы вы знали, это видео содержит спойлеры. Итак, объяснение концовки. Теперь с окончанием этого шоу все зависело от эффекта домино и тщательно выверенного плана, который был идеально синхронизирован. Там был процесс раскрытия, как в фильме, где правда выходит наружу так, как мы на самом деле не ожидали увидеть. Вот такой прот. Мы видели, что Бобби Гласс сказал, что хочет продать империю, которую он создал, и он хотел получить предложение на сумму более 150 миллионов фунтов, чтобы даже рассмотреть это. И он поручил Эдди и Сьюзи пойти ко всем людям, с которыми мы познакомились на протяжении всего сериала, таким как Мерси, Генри Коллинз, Мистер Джонстона, а также Питера с намерением получить от них предложение. Тем не менее, в глубине души, несмотря на то, что Эдди тратит деньги, все шоу хочет избавиться операцией за пределами своей земли, потому что он не хотел, чтобы его ассоциировали с преступностью. У него было такое чувство, когда он постоянно находился. Его тянуло к нему, потому что он знал, что что он на самом деле был довольно хорош в участии в таком образе жизни. Так что он и Сьюзи сделали совместное предложение. Сьюзи Джонстон выдвинул самое высокое предложение. И тут план Эдди и Сьюзи сработал, с тем, что Мистер Джонстон выиграл тендер. Но на самом деле Эдди работал с Генри Коллинзом и его бухгалтерами, людьми, которые знали, когда Мистер Джонстон вел свои ложные налоговые отчеты. Они были отправлены властям, что привело к его аресту. Эдди проявил милосердие и сказал ей, что она была второй в доросле липкого пита, который, на ее взгляд, выигрывал, и она не хотела расстраивать своих товарищей. Потому что она им об этом сказала, что они получат новую империю. В конце концов, она стала мадам Чоп-Чоп и изрубила его на парковке. Однако Генри Коллинз убил ее на парковке, покижая мимо. Генри Коллинзу сказали, что если он отдаст 15 миллионов фунтов, его долг будет погашен, и он будет прощен за то, что он сделал с Джеком Глассом при организации боя, что привело к тому, что его ввели в кому. Это была уловка, и в конце Джефф взял его в лес и поставил на колени. Вернемся к этому, так как это было в самом конце. Это означало, что все другие крупные игроки были уничтожены, и не осталось больше претендентов, кроме Эдди и Сьюзи. Открылось, что Бобби никогда не собирался продавать империю. Он просто хотел узнать, если Сьюзи и Эдди хотят участвовать в этом вместе, и увидеть, пришел ли Эдди к осознанию. Что ему нравился этот образ жизни и хотел стать его частью. Это все связано с тем, что Сьюзи сказала в одном из первых эпизодов, что, несмотря на то, что Эдди происходит из аристократии, он может подвергаться воздействию гангстерского образа жизни, в котором они находятся, не подвергаясь ему, и даже процветать в нем. Заключительную часть его путешествия мы должны были решить. Генри Коллинз был на коленях в лесу и готовился к расстрелу Эдди или Сьюзи. Это было из мести за Джека, и именно здесь Сьюзи сказала Эдди, что он должен это сделать. Мы видели, как он стрелял, но не узнали, убил он Генри или нет. Нам решать. У Эдди не было проблем с убийством. Он убивал людей в сериале, и мы слышали, что он убивал животное в детстве. Без проблем. И исходя из того, что он заботился о Сьюзи, я думаю, что он убил Генри Коллинза. Те, кого мы видели в шоу, не задумывались об этом, и Эдди был действительно одним из лучших. Так можно сказать, что это завершило его путь и показало, на чьей он теперь стороне. Он был частью этой гангстерской жизни, и не только следовал по стопам отца, но и развивался дальше. Последнее, что мы видели, было в тюрьме, где был Бобби Глаз три месяца спустя, и мы видели, что мистер Джонстон теперь там с ним. Это показывает, что его чистый капитал в 2,5 миллиарда фунтов дал ему роскошь тюрьмы, которая даже не была тюрьмой. Так бывшие враги теперь сидят напротив друг друга. Джонстон был также раскрыт, как лицо, стоящее за всеми неприятностями, которые происходили на поместье, с Дегротом. Кит относится к ним предательски, и в каждый раз, когда казалось, что все собирается рухнуть. Это было так, потому что им нужно было получить бизнес. Но когда Эдди дал ему фальшивый список имен герцогов, вовлеченных в операцию, ощущавший перевес, он на самом деле был в убытке. Он никогда не смог бы их победить. Мой отзыв о шоу. Честно, это было отличное времяпровождение. 8 эпизодов так Дага и Ричи, в частностях рассказывавших нам историю. Например, мы вступали в эпицентр событий, переходили к их последствию. Затем обсуждали их в приходе диалога. Сказ велся быстроватым темпом, что, по-моему, весьма характерно для его стиля. Еще в нем принятое участие актеры Гая Ричи, такие как Вика Джонс и Рэй Уинстон. Было легко следовать истории, несмотря на сюжетные замысловатости, что отражалось в непредсказуемых поворотах событий. Это были в основном британские актеры, подходили для шоу, так как рассматривались разные уголки страны и банды в них. Многие лица, известные из всех областей телевидения, от британских мыльных опер до звезд Голливуда. Такой дискриминации по уровню исполнителей, что, как мне казалось, добавляло истории зыбкости. Тео Джеймс – идеальный выбор для руководства шоу в роли Эдди. И Киа Скаделарио была великолепна как Си. В основном помню ее по ролям в «Скинс», она отличной. С тех пор она снялась в нескольких других фильмах, но это лучшее, что я видела после «Скинс». Она отлично воплотила персонажа, а ее химия с Тео Джеймсом была замечательна. Даниэль Инкс тоже был хорош. Обычно он играет довольно глупых персонажей, но этот был очень неприятен для просмотра, потому что он постоянно создавал все проблемы. Несмотря на то, что его брат постоянно выводил их из проблем, в которые они влипали. То касается сюжета, он, как мне кажется, развивался глсотка. Однако, я бы сказал, где-то к середине сезона казалось, будто побочные квесты просто идут. Например, вся эта история с Максом и Мерси. Я считал эти серии скучными, ведь они были неважны и мало связаны с основной сюжетной линией. Я понимаю, что все это стало попыткой показать, как Эдди начинает привыкать к такой жизни, хоть и хочет быть от нее как можно дальше. И это также связано с концовкой, когда все поссорились между собой. По мнению, это были мои наименее любимые серии. Также мне кажется, что история о том, что Джефф, отец Чарли, была немного насильственной и не очень нужной. Возможно, так показывали разницу между Джеффом и их отцом. Казалось, Джефф более присутствовал в жизни детей. Эдди ничего не добавила, но мы все время обращались к этому. Шоу полностью посвящено Эдди, впервые столкнувшемуся с неизвестным ему образом жизни, которого он хотел избежать, но в итоге увлекся им, потому что понял, что у него это хорошо получается. И это сделало просмотр по-настоящему интересным. Думаю, будет второй сезон? Я думаю, что второй сезон возможен, но они уничтожили многих конкурентов в районе. Все они были тесно связаны. Так что, возможно, второй сезон будет о том, как они справляются с этим, но время покажет. Хотел бы я увидеть продолжение фильма. Как этот сериал соотносится с фильмом? Думаю, это хорошее дополнение. Думаю, что это так хорошо, как я считаю фильм современной классикой, как и сорванный из 2000-х. Но этот сериал очень хорошо передает ощущения от обоих этих фильмов. И думаю, сериал будет жить благодаря людям, которым нравится такой жанр, ведь восьмисерийный фильм Гая Ричи сделал его замечательным для просмотра. Определенно рекомендую посмотреть сериал.